Какие вообще у вас были проблемы, что вы вызвали главу, чтобы он приехал к вам? У нас проблема подвала. Вот у нас действительно ванизма, у нас же тараканы поползли, мышки забегали. Комары выводятся здесь? А вот здесь даже эти гады какие-то ползают, мы даже не знаем. Даже дети вот приходим, мы даже боимся за детей, потому что здесь экология какая у нас. И вот из-за этого мы самые главные, но вопросов-то у нас много, конечно. А комары выводятся, не дают, потому что сейчас спать. Вот я за что и говорю, ответственность каждой стороны за свою, за свою обещанность, за которую они отвечают. Вот посмотрите, вот замена, сменена или нет? Это вот, это отопление подъезда. Я не знаю, сколько лет. Вот они просто-напросто ее... Инженер обещал к зиме, там будет тепло у нас в подъезде, ну я не знаю. Батареи все есть? Да, обязательно. Батареи есть. Ну тепла как бы у нас нет. То есть фактически приходится брать с более рентабельных домов и тратить деньги с ним. Это тоже не очень правда. На сегодня, вот я шел сюда, фронализировал за три года. На сегодня работ, вот мы сделали работу, на 110 тысяч больше, чем мы с ним. Чем начислили даже. Чем начислили. Не заплатили, а начислили. Еще вот этот год еще не закончился, еще этот год не закончился. А что это сделано? Ребята, да вы бы ничего не делали. Двери. Ну при чем тут двери? Двери 2-2. Да, обследование. Обследование. На наши деньги, мы с вами письмо писали. Подождите, это деньги были, мы с вами разговаривали, вы нас вызывали. Мы сидели, вот пожалуйста, председатель, мы разговаривали. У вас деньги, которые собирали на капремонт, остались, и там было 90, сколько было? Да. Там 100 с чем-то тысяч. Обследование 120 тысяч. 120 тысяч. Нет. Вы говорили, мы входим в эти деньги. Включили двери вам. Ну правильно, вы проходили, двери включили, четверо дверей. Заменили вам двери? Вы это же скачали деньги, это же денег. Нет, ну если 80 тысяч обследований, которые вы собрали, и 60 тысяч, которые вы собираетесь собрать. Ну что здесь спорить? Нет, я не спорить, я за что хочу, я знаю, допустим, агросмотра есть, да, все это как бы намечено, какие работы проводить, там осмотрели, и все. Но чтобы приступить, я так понял, чтобы выполнение этих работ, надо кем-то создать проект. Проект стоит день. Потому что если не будет проекта, то никаких работ, я так понял, что... Здесь дело, в общем то, что я вас понял, значит, вот по этой документации, по этой документации, если вы, мы, так сказать, попадаем с вами, программу капитального ремонта, то уже там, в этой программе будут эти все деньги заложены. И оттуда будет и проект, и проект, и все остальное. Вот хотелось бы принести, чтобы мы попали в эту программу. А зависит от того, что, так сказать, специфическая ситуация, не стены, не крыши, не кровля, а именно коммуникация и линьевка. Подвал. Ну, то есть, подвал или нет. Осуществление подвала. Поэтому, как всегда, жизнь, она многообразит. Сама программа капитального ремонта не все в этой части подосмотрела. Поэтому здесь два пути. Вот или через программу капитального ремонта, или то, что, например, то, что я вам уже рассказывал, городской совет принял решение, и у нас есть отдельная строка по благоустройству города. Как вы видите, мы стали заниматься, и это видно на улицах города, что идет благоустройство. И оно будет продолжаться. Таким же образом нужно посмотреть, потому что проблема линьевой канализации, это не проблема не только вашего дома. Поэтому, может быть, тоже пойти по таким образом, отдельная муниципальная программа должна быть разработана, предусмотрены деньги для решения линьевой канализации. Потому что одна из проблем, не только в подвале плохие коммуникации, они все-таки ремонтируются. Плохо вода, но ремонтируются. Но и отсутствие линьевой канализации, потому что вся вода идет к вам в подвал. Да, да, да. Ну, вода идет в подвал, потому что у нас вот эти окна, вы посмотрите, на уровне земли. Там уже занижен дом. Да. Все взаимосвязано. Вот дождь... Ну, в общем, проблема понятна. Ее понятна. Значит, мы с вами находимся в контакте, будем смотреть, контролировать, чтобы эта работа пошла. Там роща на доме. Дети лазают, вот эти окна, дети маленькие, представляете? Я с балкона все время наблюдаю, все время ягоняю. Так, теперь, с той стороны пожарники, недавно был пожар. Выбили дверь. Все, никому не надо. Теперь дети каникулы. Вечером сидите там. Собственник получил 500 рублей в санэпидстанции. Штраф. Штраф 500 рублей в пятом году. Все. И закончилось это дело. Я вам дальше расскажу. Еще дальше интереснее. Значит, администрация муниципального образования Кенгисевский район вышла, сыскал в суд по этому. Ну да. И суд отказал. Опа. Да. Значит, мы сейчас все это дело пересматриваем, потому что... Потому что лет-то сколько прошло ему. Дело все в том, что, видите, как у нас получается. Есть собственник здания. Да. По конституции у нас собственность защищена. Задача-то какая стоит? Я вот ее вижу как-то таким образом. И это здание нужно или приводить в порядок, заставлять собственника в порядок, да? То есть нужно тогда, получается, администрация, наверное, по всей видимости, мне еще документы эти не передали. Но этот вопрос был поднят, когда я был на... Второй раз, кажется, я приходил сюда в ваш подвал, и мне этот вопрос задали, и я его инсценировал. Сейчас пошло движение не только по этому зданию, это касается и у нас на выезде, где, вы знаете, заправочная станция... Депо, предполагалось. Да, пожарное ДП, где строилось. Предполагалось. Вот там тоже проблема. Такая же аналогичная проблема в 12-м квартале. То есть также у нас есть и в южном микрорайоне здание, которое... Ну, по всему городу. То есть мы по всему городу эту программу начали. Поэтому сейчас переформируется иск, и, значит, таким образом, я думаю, будет... Или он его приведет в порядок, а если... Он жив вообще, собственник. Жив. Жив. Значит, или он его приводит в порядок, или он его приводит в порядок. Или тогда мы его все-таки каким-то образом изымаем обратно. Вот. Данииляна сделает парковка. Парковка, значит, смотрите, парковка делается кем-бурзом, вы же знаете. Собирайте подписи. У нас все уже собрано. Все отдано? Да. Вы сказали, что на вас еще второе заявление написать, чтобы... Тогда мы проверим, да. Хорошо. Да, скорость работы. Это не сделано. Пожалуйста. Единственная только просьба, вот в чем у нас. Вот сделана вот дорога к мусорку, видите? Вот здесь она не может проехать. Вот там скамеечка была, скамеечку сбили. Вот эти вот... Забор вот этот, это все только из-за мусорки. Все из-за мусорки сломано. Значит, у нас мусорка, вот эта площадка находится, что у нас было сделано минимального депрессива. У нас был договор безвозмездного пользования, который растворился. Погон. Значит, смотри, это их муниципальное образование. Рассчитывались они под время еще, когда на зелах вывозили мусор, на газонах. Сейчас, соответственно, вот эти вот у перевозчика огромные... А с этой ситуацией можно я вмешаюсь? Единственное, вот надо прямую, делать прямую дорогу. Здесь ему не разведутся. Хотя... Не попеределывать заезд, либо на перевозчика мусора влиять, чтобы он как-то более мелким транспортом забирал. Мы как умоняли, я говорю, что сделайте сразу прямую дорогу. Не делайте вот сюда заезд. Нет, сделали все равно по-своему. Ну, понятно. Нет, я-то думал как, что не один балкон сделать, а вот эти все балконы, опять же, в программу. Списки есть все. И у нас разбивка. Вот списки еще разбивайте. Я, конечно, отправил. Разбивка на три года есть у нас. На три года разбивка. Тогда, как мы с вами говорили, есть разбивка на три года. Вот давайте тогда вот с этими балконами и с этими подваз. С леневкой. Все, понятно. Как вообще прошла встреча? И возможно ли решить вот эти вопросы граждан и их чаяния все-таки будут в жизни? Ну, во-первых, я... И это уже видно, что мы решаем эти вопросы. То есть, если говорить о начале движения, решения вопросов по этой проблеме, то какие были подвалы, какие они стали. Все-таки они стали лучше. Это раз. Но я вижу, что эта проблема, она... Этого микрорайона, она касается не только этого дома и других домов. Это проблема леневки, да? И проблема самих коммуникаций. Поэтому нужно здесь решать не в отношении одного дома, а в отношении всех домов. То есть, я вижу это решение через муниципальную программу. А может быть, даже и с привлечением и правительства Ленинградской области губернатора. Потому что я уверен, что Кингисепп не отличается от других городов Ленинградской области, где аналогичные проблемы. И было бы неплохо, как говорится, всем миром решать проблемы не только в отдельно взятом городе, а вообще в целом Ленинградской области. Ну и, конечно, в моем любимом родном городе тоже самое. Ну а хотя бы ближайшая перспектива, как вы видите, когда она может быть вообще? Вот это год, два, десятилетия или может быть? Ну вот примерно. Вот давайте посмотрим на эту проблему таким образом, что в 2014 году мы начали заниматься благоустройством. То есть, стали более активно ставить эту проблему, да? Прошел год. Вы сами видите, что делается в городе и делается на улицах города. То есть, на сегодняшний день реально программа благоустройства города, о которой настаивали депутаты Кингисеппского городского поселения, стала реализовываться. И в этом году более 20 миллионов на эти средства направлены. Таким же образом, я думаю, что ситуация будет решаться и здесь. По крайней мере, я буду настаивать, чтобы убеждать администрацию и коллег, чтобы мы включили в программу 2017 года решение этого, начать решать этот вопрос. Потому что на сегодняшний день тех средств, которые выделяются на эту проблему, достаточно для того, чтобы только лишь прочистить эти, так сказать, лицовные буки и ливневую канализацию. А здесь нужно не только ее чистить, еще нужно ее и создавать. Но вообще вы получили ответы на свои вопросы? Ну, как бы наполовину, мы, наверное, все-таки согласимся. Ну, мы будем ожидать, конечно. Да, будем ожидать, конечно. Мы обещаем, что обещание это было, что что-то будет сделано. Посмотрим? Посмотрим. Ну, а так... Потому что ведь сразу же, в принципе, фактически ничего не делается, что сегодня пришли поговорили, завтра они сюда прислали бригаду и стали делать. Правильно? Прежде чем приступить к работам, украине вот этих недостатков по подвалу, здесь очень много работают. Здесь очень много. Но прежде чем, чтобы их начали, они... Надо где-то найти варианты, то ли капитальный ремонт, там одна сторона включится, там этот проект создавать. Это же все не просто так, без всяких бумаг. И это время, и сколько это продлится, ну, я не знаю, от зависит от руководства, и указаний, и средств, и вообще... Ну, конечно, зависит от понимания проблемы как по-человечески. Если будет каждый относиться, каждая группа по своим объектам, тогда все будет делаться. А когда вот так, все будут... Субтитры сделал DimaTorzok